Что вы можете сказать, дать какой-то срез по рынку, финтех-рынку и банковскому рынку Казахстана? Какие-то обрисовать можете? Что сейчас происходит? Да, рынок Казахстана показывает очень высокий динамизм, на самом деле идет рост по всем показателям, по которым можно вообще оценивать, сравнивать рынок в Казахстане. И очень ключевой важный тренд это развитие безналичных платежей в стране. За последние 5 лет рост объема безналичных транзакций населения составил более чем 20 раз, 26 раз дальше. И теперь 95% всех транзакций в стране, даже возьмем, к примеру, самый популярный инструмент карту, это безналичные транзакции. И здесь идет очень серьезный фундаментальный процесс изменения в сторону популяризации, роста, расширения ареала применения безналичных транзакций. Это нас впечатляет, радует. Здесь слажена работа всех участников рынка. И наличие готовой инфраструкции в Казахстане для необходимых преобразований изменений. Поэтому мы можем отметить то, что, во-первых, мы твердо, уверенно идем в сторону безналичной экономики. Здесь у нас уже доминирует во всех повседневных операциях населения безналичные транзакции. Поэтому идет очень большой рост в сторону внедрения новых технологических решений. Основным сейчас инструментом, каналом для операции по всей жизни населения становится мобильное приложение, интернет. Это здорово помогает в расширении развития безналичных инструментов оплаты. Поэтому мы сразу хотелось бы нам констатировать, что действительно происходит очень положительное изменение на рынке. И в этом помогают драйверам роста развития, выступают инновационные решения, технологии, что способствует развитию в целом платежных услуг, рынка платежей. Здесь хотел бы отметить очень важный момент. Да, мы как Центральный банк, Национальная банковская страна, как регулятор работаем над тем, чтобы действительно в сторону защиты интереса потребителей платежных и финансовых услуг, чтобы создавалось сбалансированное регулирование, минимизация всех тех рисков, которые возникают в ходе применения новых инновационных решений. А параллельно мы работаем над тем, чтобы над устранением каких-то нормативных, правых, инфраструктурных барьеров для развития таких безналичной среды, либо новых инструментов оплаты. Здесь в Казахстане сформировано современное правовое поле, где наряду с банками участвуют также платежные и банковские организации. По их услугам также мы наблюдаем высокую динамику роста их операций. Удельный весь в целом операции по снятию наличных денег стремительно падает. Это вот результат развития в целом инфраструктуры и изменение ментальной части тоже знания людей, что для них становится привычным образом жизни для совершения безналичных операций. Поэтому параллельно, конечно, мы дальше развиваем свою платежную инфраструктуру для того, чтобы эффективно, с учетом современных трендов, потребностей, обеспечить роль платежной инфраструктуры со стороны самого Национального банка в качестве самой главной площадки для организации международных расчетов, чтобы могли предоставить эти сервисы своим участникам рынка, через которые эти сервисы предоставляются населению, юридическим лицам, что наша платежная инфраструктура тоже развивалась очень интенсивно, эффективно. И мы здесь идем в сторону того, чтобы все платежи проходили в режиме реального времени и двигаемся в сторону того, чтобы, неважно в какой экосистеме клиент обслуживается, чтобы у него была возможность предоставлена для того, чтобы он мог спокойно, без всяких, безбарьерно переводить средства в сторону его, другого клиента. Поэтому здесь мы работаем над улучшением кооперации на уровне всего финансового рынка.